Что такое вообще жизнь? Это стремление к абсолютной гармонии, но даже из этого растает личность. И полная абсолютная гармония любого элемента системы, и есть его жизнь. Настегает он полной абсолютной гармонии со всей системой Вселенной. Как же он может умереть? Пресечение жизни – это неадекватность по отношению ко всей системе, к которой он принадлежит. Издревле Русь не имела политического устройства общества. У нас не было государства. На Руси царил родовой строй – род, управляемый самодержавным народом на основе копного права. Единый организм Руси совершал действия продуманные, гармоничные и сильные, потому что понятие «право» у славян неразрывно с правдой. Компное право происходит особо в кубе совокупности, то есть единственное. Значит, основной принцип демократии в чем заключается? Мнение большинства голосов. Также критерием является истинным. А еще в Древней Греции, значит, выбито там всем извлечения на Думы с храмом. Одно из них возит. Худшим всегда большинство. Поэтому у нас критерием истинным не является перевесом большинства голосов, а является единогласием. То есть основной принцип демократии права – это единогласие. Право голоса имеет только лишь семьянин. То есть тот, который доказал своим образом жизни, что он может упорядочивать пространство вокруг себя. Если у него есть крепкая семья, здоровое потомство, это говорит о том, что у него есть квалификация, упорядочивать пространство. Если человек не имеет этой квалификации, то как можно пользоваться его мнением? Это же простые вопросы, простое решение. Семья – это не ячейка общества. Это семя рода. Что посеешь, то и пожнешь. Если семя здоровое, крепкое, то и дерево вырастет, ладное с могучими корнями и плодоносное. А яблоко от яблони – сами знаете. Наши пословицы и поговорки – это народная мудрость, совокупная мудрость рода. И все, что при роде, то есть в природе, передается потомству на духовном и генетическом уровне. Кстати, понятие «родина» у русов неразрывно с землей, как и культура, то есть культ ура, культ обжитой земли. Родина – это место рождения. Это круг земли, радиус которого человек может одолеть пешком от рассвета до заката. Все, что этот круг населяет, находится с родившимся в нем человеком в резонансе и способствует его гармоничному выживанию. Это естественный порядок притяжения подобий. Продолжение рода – долг рода. Это, можно сказать, забота рода по передаче потомкам программного обеспечения, материальной части и идеологии развития. Человеческая плоть вместе с природной и культурной системами и есть эта материальная часть, которой человек награждается при рождении. Как нам известно из азбуки, человек – это ас, воплощенный на земле Бог. Он и есть создатель и пользователь системы. У человека есть воля умножить добро изначально посланное, то есть через труд взрастить душу и воспалить духовно. Согласно славяно-арийским ведам, род проявляет человека в явном мире с целью эволюционного роста. Преодолевая преграды явного мира, человек обогащает себя и свой род опытом. Опыт сотрудничества с другими людьми и природой необходим для дальнейшего роста и пробуждения совести. Посредством совести, то есть совместного ведания бытия, человек достигает других мерностей. Это идеал славяно-арийского мировосприятия, который отразили наши предки в ведах. Говоря современным языком, нам оставили инструкции со всеми необходимыми параметрами и проверенной технологией. Для того, чтобы человек был просветленный, хотя бы не светлый, а просветленный, ему надо вернуться к родовым корням, к родовой традиции. То есть родовая традиция это в первую очередь семья. Не зря же даже коммунисты признавали семья ячейка общества. То есть родовое. Хотя многие говорят, ну как вот в современном мире живите трудом. Имейте хотя бы не потомственно круг 16 детей. Ведь при Гатрии Аркадьевиче Столыпине средняя великородская семья имела 12-14 детей. А хотя бы выполните закон перед родом. 9 детей. То есть, ну, каждого из нас создало четверо богов. Два земных, два небесных. Папа дал образ духа и крови семя свое. Мама дала тело. Богородица дала душу. А бог покровитель рода, мудрость и совесть. Значит, мы должны за них оставить потомство. То есть, меня четверо, супругу четверо. Итого 8. Но первый ребенок, он же посвящен роду. Поэтому он и первородный. Того минимум 9. А чтобы потом спинный круг? А круг по-славянски 16. То есть, 16 детей. Многие говорят, ну, как вот нищету плодить. Мне нравится выражение нищета, разруха. Профессор Преображенский, собачье сердце. Когда забивает парадные и ходит через черных. Когда писает мимо писсовара. Когда без галоши ходит по персидским коврам. Вот тогда наступает разруха. А когда человек все делает. На благо своего рода, он складывает душу. И у него все получится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok